Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постарайтесь, чтобы в будущем этого не было. Всем привет, разлюбезные вольные скитальцы Рунета. Давайте опохмелившись и закусив огурчиком, покалякаем о делах наших скорбных. Как в Версале все проспали. В марте-апреле 2022 года одной из самых обсуждаемых тем стал вопрос. Кто уехал из России из знаменитостей? Куда? И как надолго? Некоторые из звезд давно уже перекочевали зарубежно-постоянной основе. Другие отправились на запланированные каникулы, отдых или лечение. Но есть и неожиданные эмигранты, отъезд которых заставил волноваться всю страну. Список постоянно обновляется и дополняется новой информацией. Разбираясь, кто из артистов уехал из России, и пока не намерен возвращаться, можно найти немало противоречивых сведений. Пока основным направлением оттока звезд из РФ можно назвать страны Западной Европы, Латвию, Польшу, Эстонию. В последний день апреля стало известно, что у Максима Галкина забрали замок и все остальное. Тем временем Сергей Светлаков прокомментировал свою эмиграцию, а сын Наташи Королевой заговорил о свадьбе. Максим Галкин остался ни с чем. Об этом заявила его коллега из Украины Маша Ефросинина, которая на днях разговаривала с юмористом тет-а-тет. По ее словам, Максим считает, что против него даже могут завести уголовное дело в России. Сидеть на двух стульях можно, но недолго. Рано или поздно задница проваливается, вызовут дырочку между двумя стульями, и усидеть уже невозможно. Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей и знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Но ведь это в первую очередь говорит о качестве этих людей. А папу своего он тоже посылает. Наверное. О качестве этих людей, об их душевных признаках. Я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет, но я с позволения вашего скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности. Но скажу так. Замка нет. Все забрано. Готовится уголовное дело. Его по полной программе вычеркивают. Очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет. Напомним, что Максим Галкин из Израиля сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации на Украине. Некоторые считают, что он сжег мосты и в родную страну больше никогда не вернется. Да, это тебе не мелочь по карманам тырить. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И виял. Отсутствие Максима Галкина и Аллы Пугачевой с детьми в Израиле затянулось более чем на два месяца и пока не собирается подходить к концу. Поклонники уже предположили, что звездная семья навсегда уехала из России. Между тем на родине их ждет фамильный замок в деревне Грязь. Все это время его содержание обходится Галкину в кругленькую сумму из-за расходов на охрану, налоги, коммуналку и работу персонала. В месяц выходит около 1 миллиона рублей. Поэтому некоторые источники утверждают, что юморист готов избавиться от недвижимости. Но по словам блогера Лены Мира, найти покупателя на дворец будет почти невозможно. Может все же под снос? Задалась она вопросом. Как добавила Мира, обеспеченные люди предпочитают другой стиль архитектуры и уходят от замков в сторону современных высотехнологичных домов. А у фанатов Пугачевой, которых может заинтересовать ее жилье, нет необходимой суммы денег. По оценкам риэлторов, Галкин вложил около миллиарда рублей в строительство замка и скорее всего хочет получить эти деньги обратно. Подписчики блогера предложили и собственные варианты использования дворца и земли под ним. Можно музей сделать? Я бы съездила на экскурсию. Сделать там эко-отель, лошадей рядом разводить. Хорошо бы такой огромный дом пожертвовать детям-сиротам. Как вариант. Продать это можно и сделать там элитное кладбище. Сдавать для поклонников посуточно. Если по комнатам, то выйдет выгодно. Отметили пользователи в комментариях. Однако Алла Пугачева намерена вернуться в Россию осенью этого года. В этом уверен режиссер Александр Левенбук. По словам постановщика, который близко общается с Примадонной, незадолго до ее отъезда они обсуждали планы на будущее. В телефонном разговоре знаменитость призналась, что не собирается навсегда покидать свою родину, а проведет лишь несколько месяцев за границей. Как рассказал Левенбук, он даже знает практически точные даты возвращения Пугачевой домой. Так что случится это уже грядущей осенью. Она слов на ветер не бросает. Раз сказала, значит вернется. Цитирует слова режиссера Портал Ньюз. Также постановщик отметил, что не видит причины, по которым Пугачева хотела бы уехать из страны, несмотря на многочисленные утверждения таблоидов. По его словам, певица дома имеет большое влияние, авторитет и любовь поклонников. Вряд ли она от этого откажется. Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули страну в феврале этого года. Как отмечала Примадонна в своих социальных сетях, она отправилась в Израиль, чтобы заняться лечением, ведь там находится одна из ее любимых клиник. Галкин же не так давно объявил специальный концертный тур по городам Израиля, билеты на который были распроданы в считанные дни. Ну елки-палки, и ты вот человек вот такой, лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще родина. Ну ты ж, что за мразь, понимаешь, я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них, про всех. А может быть он просто... Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой, не буду называть слово употребимое в интернете, как бы это сказать, выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций. Не из-за себя, они про меня ничего не говорили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!